доброго всем дня вот клинки готовы к сборке в оправе еще раз повторюсь это стали d2 и х12мф то есть аналогичные стали производители разные то есть клиночки не выполированные как я вам ранее говорил то есть полировки такой нет которые прям там вот которые можно похвалиться как говорится но это не кровь это морилка я тут лестницу морилкой покрывал нет мылась еще мылом нет мылась растворителем еще руки не дошли слышите так вот это дорогого стоит такой звук кстати у меня вопрос был вопрос по поводу кросс звона почему у меня при грубой обработки звон был в одной бритвке и очень веселый звон был после шлифовки звон стал хуже вот отвечаю на данный вопрос не это ли хотя звон неплохой уже вопрос потому что при после грубой ухту прямо рисунок вот показать бы как ты его вот видите вот здесь около стрия будущего такие разводы там то есть это вот структура стали ну-ка тут видно хуже вот сейчас если ее отговорю вот травануть то там рисунок будет похоже на булатный даже вода то есть при грубой шлифовки вот тут очень много очень все лезвие в крупных вот таких поперечных рисках таких довольно глубоких и это создает они создают ребра жесткости и за счет этого бритва более жесткая вот в этом направлении и поэтому звон более звонкий и продолжительный ответил на вопрос сейчас сделаем обзор что получилось это что мне царапку сейчас надо убрать так таким легким движением там не надо сильно щелкать чтобы голос появился мне вот постарался такие певучие сделать лезвие такой скупой короткий звук ширина естественно тут надо было сделать hello то чтобы она звенела но она уже стоила бы совсем других денег в брите она не подведет вот она вот она которая пела узнала ее даже по голосу они там с торца короткий то есть не продолжительный звон может кому-то это не важно для меня важно я по этому звону определяю бритва рабочая или не очень то есть даже по звону можно узнать есть там трещина если какой-то брак все она скажет расскажет с торца тоже продолжительный звук вот так вот что ж об оправах пока даже не задумывался какие делать вот вообще даже даже мирной извилины как говорится не шевельну в этом направлении поэтому ничего сказать не смогу единственное что подумаю может клиночками выложить но если это нужно то напишите в комментариях я выложу обязательно там одну две там три штук сколько там надо вот мне легче как говорится мне оправы не собирать вот так в общем все работы выполнены сейчас там царапку уберу где то я видел или на этом ли в общем сейчас я найду это дело вот дальше хотел бы сказать еще что вчера случайно наткнулся на одних в кавычках производителей которые пытаются производить опасные бритвы не буду говорить какие они у них получаются каждый сам увидит сам поймет дело не в том дело в другом зачем вы ребята так крепко копируете меня вот вопрос у меня такой вот то есть нет я понимаю там да ну мало ли как что-то похожее у нас получается там бывает конечно же но что прямо один в один вот те же шкатулки которые я делал под опасные бритвы я тут фотку если найду то где-нибудь размещу на на мониторе то есть какие там которые есть цельные древесины делал и под форму бритвы там у меня было выфрезерено вручную не на чпу как там копируют это большая разница что вручную сделано индивидуально прямо под бритву прямо вот именно под эту допустим а не под эту вот так вот а чпу это уже не ручная работа дело не в этом но зачем копировать прямо один в один прямо точь в точь прям вот ну ребят вы голову включите фантазии должна быть какая-то быть у вас хотя бы если вы занимаетесь каким-то там производством что-то производите то у вас в первую очередь должна работать голова должна работать фантазия я бывает ночами просыпаюсь и записываю что мне привиделось даже до того доходит но зачем так вот копировать то ну скопируйте тогда что-то другое там допустим других каких-то там бренды скопируйте напишите у вас что там золинген допустим примеру что вы этого не делаете то ребята так нельзя так же и бритвы смотрю половину моих моделек скопирована но обидно то что ладно бы они были идентичны ладно они были бы реально рабочими ну ребят ну вы подписывайтесь под моим именем вот в чем дело я уверен что вы смотрите мои видео потому что скопированы ни одна не две вещи а уже множество такое уже приличное количество в смысле значит вы интересуетесь тем что я делаю в целях того чтобы скопировать то есть как бы давайте это включайте голову обратитесь к кому-нибудь если не хватает как говорится самим что-то придумать но так делать нельзя я же вот не пишу допустим здесь что-то там что у меня пример там Шеффилд хотя вот очень сильно похоже на Шеффилд если разобраться то есть тут нюансы тут не похоже тут не похоже ну тут я найду различие с пяток а уж шлифовка тем более не похожа потому что у Шеффилд она уходит вот сюда на Эрл но похоже же но не копирую же я никого то есть ну да что делать если вот так вот нарисовал а потом увидал смотрю а они чем-то смахивают но зачем вот так вот прямо как из-под копирки меня ладно слишком много внимания надеюсь вы меня услышали вот не буду ничего дополнять к этому высказыванию потому что тут будет если бы я что-то еще сейчас бы дополню то это будет не в общем не скажу не скажу а по поводу ну клинков говорите если кому нужны отдельно то пожалуйста по ценнику по ценнику меня всегда спрашивают а мне так сложно всегда отвечать почему потому что я вот просто делаю я не считал себестоимость но судить по бритвам предыдущим которые были у меня на сайте СХ12МФ потому что там я не экономил что здесь я сэкономил в итоге бритвы должны ориентировочно выйти где-то но если вот с оправами допустим вот из такой вот допустим древесины но просто под рукой ничего не режет тут еще такого то должны быть в районе 11-12 вот так вот если бы я конечно шлифовку там доделывал до идеала пускай там матовая но она была бы прямо не придраться то тут бы еще цена подскочила и так неприлично подскочила бы все-таки но рассчитываю вот что они у меня будут недорогими вообще постараюсь что-то как-то даже еще где-то сэкономить но мне не знаю получится ли это сделать например вот взять вот такую вот древесину все вот это вот эта вот палка вот эта палка ой даже не вспомню сколько она стоит то есть как раз здесь на оправу на две частички но бритва взлетит в цене может где-то тысячи на полторы а вот вот с этой штуковиной в разы меньше то есть насколько меньше я опять сейчас на вскидку не скажу но не могу сказать сейчас я надо читать но но явно где-то стоит в районе округленный допустим там 250-300 даже вот так вот 350 разогнул вот все от этого тоже зависит здорово зависит куда я их в шкатулку то есть примерю бритвку в чехол в обычный какой-нибудь чехлы тоже по разной цене то есть я их не произвожу но они у меня по разной цене одни чехлы например стоят там 200 рублей другой чехол стоит 400 рублей хотя они очень сильно похожи и вот за счет этих нюансов я опять что-то пытаюсь там сэкономить и выгодать поэтому вот прямо сейчас конечно вот столько и столько и будет стоить не скажу я не сам не знаю прямо надо тщательно прямо каждый шаг просчитать каждый день каждый час этого дня которого они делались и вот тогда я уже с уверенностью могу сказать точную цену вот опять же опять же спрашивали зачем я расковываю сталь вот чтобы она дороже вышла то есть стали получается дороже и очень намного если ее даже просто расковать а если ее еще пакетно расковать она получается во много раз дороже почему не делаю из листовой ответ простой я делал из листовой и не раз и делал то есть даже бюджетные бритвы они какие-то крошатся по стрию из листа если делаешь какие-то там начинают уводить а уводить просто ну и упрямляешь опять заново перезакаливаешь опять упрямляешь увело а углерод выгорает тоже минус жесткости нет такой то есть вот даже такого звона как сейчас нет его этого звона то есть зачем мне делать из листа потому что тогда лучше сделать и вот взять какой-то кусок деревяшки сделать из него клинки примерно то же самое а мол клинок клинок какая разница а тут очень такой момент который то есть это принципе основа это матрица то что заложил заготовку то и получишь в итоге если взял лист и сделал из листа значит ты получишь естественно то что должно было получиться из листа если сделал из кованой уплотненный там допустим вот вот эти бритовки они уплотнены где-то мне в 6 раз то есть плотность в 6 раз увеличена единственный у меня недостаток был то что у меня молота нет 20-тонного а другие молоты то есть не пробивают эту столюку она слишком такая тугая чтобы ее допустим там 8-тонным там 12-тонным молотом нет она его вообще не берет плюс тот же кокс его сжигаешь в разы больше именно потому что это H12MF или D2 потому что марка такая так как греть ее надо больше то есть температура нужно нагрева для расковки остывает она моментом то есть ударил вот раз 7-8 все беги грей а это опять подкидываешь кокс опять прогреваешь опять время опять все то есть дело в трубу вылетает и так далее и так далее тут нюансов слишком много чтобы сейчас взять и все вот так вот прямо рассказать ну обобщенно вот картина примерно так выглядит что ж на сегодня все ничего я вам не пообещал по правам ну сделаем что-нибудь сделаем нормальное сделаем я так думаю даже может из акрила какие-то вещи какие-то из древесины у меня акрил в любом случае дешевле выходит чтобы бритвки были дешевле на выхлопе так что теперь они у меня будут на сайте а то у меня там было штуки 4 а может даже 5 ну 4 точно было они лежали там у меня года два и вот за года два их потихоньку забрали вот я решил пополнить свой ассортимент бритвами из данных стали все я все сказал благодарю за внимание до свидания вот я сейчас и я вам покажу я вам покажу